Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, разрешите приветствовать на втором онкологическом форуме Белой Ночи. Традиционно проводится в Санкт-Петербурге уже 12-й год ежегодно, но в таком формате второй раз, когда это полный формат, охватывающий все направления онкологии. Онкология – это сложная мультидисциплинарная отрасль нашей деятельности, и мы постарались, чтобы все специалисты, имеющие отношение к онкологии, клинической, научной, имеющей образовательной деятельности, нашли уголок на площадке нашего форума. Здесь, в программе нашего форума, вы увидите отражение всей нашей разнообразной деятельности – от профилактики онкологических заболеваний до палеотивной помощи, от фундаментальных исследований до сестринского дела в онкологии. Мы обеспечили форум самыми компетентными спикерами. Привлечено в качестве спикеров 560 самых лучших отечественных специалистов и 60 иностранцев, самых известных экспертов. Мы с вами формально сейчас открываем форум, но вы знаете, что во всех залах трудятся с утра, и два предыдущих дня уже были прикурсы, которые включали доклады, семинары, мастер-классы и круглые столы. В течение всех этих дней в десяти залах этого комплекса с раннего утра и до 7-8 часов вечера будут проходить работы. Отличительной особенностью нашего форума является его более выраженная практическая направленность. Проводятся мастер-классы по лечебно-диагностическим технологиям. Привлекаются технологические площадки операционной не только Института онкологии, но и ряда учреждений города Санкт-Петербурга и даже Москвы. Современная информационная технология позволяет нам существенно расширить аудиторию слушателей нашего форума. Все эти дни из всех залов этого комплекса и из операционных будет идти трансляция в интернет, и все желающие принять участие могут это сделать. Дорогие друзья, наши возможности по проведению форума во многом расширяются за счет спонсорской помощи наших друзей, фирм, компаний. Пользуясь случаем, хотел бы всем им сказать спасибо. Наше мероприятие поддержали 43 фирмы и компании. Я их не буду перечислять, боясь обидеть кого-то, но хотелось бы от всех нас выразить им благодарность. Сегодня у нас в гостях на форуме присутствует депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по регионарной политике иконников Василий Николаевич. Василий Николаевич, друг онкологов Санкт-Петербурга и нашего института, он принимал активное участие в нашем первом онкологическом форуме, он очень часто принимает участие в судьбах онкологических больных, и сегодня мы считаем за честь, что он присутствует с нами. И слово предоставляется Василию Николаевичу для приветствия. Будьте добры, Василий Николаевич. Будьте добры, Василий Николаевич. Приветствия подписал первый заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Иван Иванович Мельников. От всей души приветствуем организаторов, участников и гостей 2-го Петербургского онкологического форума «Белые ночи-2016». Подобные форумы и конгрессы проводятся в нашей стране уже не в первый год, в том числе с участием зарубежных специалистов, представителей медицинских учреждений. Несмотря на сложное время, проведение онкологического форума чрезвычайно важно не только для отечественного, но и для мирового медицинского сообщества. Ежедневно разрабатываемые новые лекарственные препараты и методики лечения онкологических заболеваний требуют от отечественного и мирового онкологического сообщества выработки новых способов взаимодействия, механизмов консолидации и координации совместной деятельности. Важно подчеркнуть своевременность и актуальность проведения 2-го Петербургского онкологического форума «Белые ночи-2016». Являясь одним из крупнейших в области онкологии, объединяющим широкий круг специалистов из России и других стран, форум целенаправленно концентрирует научную мысль и современные практики на решении сложных вопросов в области эпидемиологии, скрининга и профилактики максимального числа направлений онкологии. Это очень важно для достижения взаимопонимания и углубления взаимодействия специалистов-онкологов в решении актуальных проблем диагностики и лечения онкологических заболеваний. Искренне надеюсь, что работа форума позволит расширить горизонты современной отечественной... Русский язык, проверка, работает. ...на новый уровень развития медицины во имя сохранения здоровья населения. Желаю всем участникам эффективной и плодотворной работы, здоровья и всего самого доброго. Первый заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Иван Иванович Мельников. Позвольте, я передам этот приветственный адрес сопредседателю форума Алексею Михайловичу Беляеву. Дорогие друзья, сегодня возглавляет наш форум главный онколог Министерства здравоохранения Российской Федерации, руководитель российского онкологического центра имени Николая Николаевича Блохина, профессор, академик Михаил Иванович Давыдов. Михаил Иванович, он, кроме того, что он руководитель, прекрасный организатор, это прекрасный хирург, и он всегда откликивается с удовольствием на наши образовательные практические мероприятия. У нас уже два дня проводят мастер-классы, и Михаил Иванович вчера весь день участвовал в мастер-классе по операциям при опухолях желудка. Прекрасно продемонстрировал экстерпацию желудка в течение одного часа. Сегодня, сразу после окончания, он бывает в операционную нашего института и будет показывать мастер-класс операции пациенту с карциномой легкого. Поэтому желающие это могут увидеть через час, когда Михаил Иванович доберется до операционной в седьмом зале. Ну и это наш главный специалист-онколог, и завтра в 11 часов в зале Блюя-2 будет проведено совещание профильной комиссии, где встретятся все главные специалисты под руководством Михаила Ивановича для решения организационных вопросов. И разрешите предоставить слово Михаилу Ивановичу. Ну, уважаемые коллеги, если вы позволите, я не буду перед вами дефилировать на трибуну, поскольку я должен сейчас уезжать. Время довольно сжатое, Алексей Михайлович практически все сказал и представил меня в полном объеме, так что я полностью удовлетворен. Хочу сказать вам, что этот форум – это особый вид организации обмена знаний в области онкологии, где, как было сказано Алексеем Михайловичем, представлены все разделы от фундаментальной до клинической, до палитивной медицины, до сопровождающей терапии. И за короткое время этот форум стал заметным событием и уже ожидаемым событием. Сегодня, по сути, это площадка обмена опытом не только отечественных ведущих специалистов, но и наших зарубежных коллег. Что, с моей точки зрения, чрезвычайно полезно, ибо в рабочей ситуации происходит обмен технологиями, ознакомление с теми достижениями, которые есть в каждых из разделов. И мне кажется, что для нашей молодежи это очень полезно. Хочу вам сказать, что и тональность организации самого форума, мне кажется, привлекательной, она очень демократичная. Мне кажется, все люди, которые хотят заниматься своим делом, имеют такую возможность заниматься в этом форуме, всяких ограничений. Поэтому я хотел выразить от вашего имени большую благодарность организатору этого форума Алексею Михайловичу Беляеву за ту активность, за тот труд его коллективу, который организовал этот блестящий форум. На этом, уважаемые коллеги, я не буду занимать время. То, что мне вас приятно видеть в этом зале, вы и так, наверное, понимаете. Лишние слова ничего не добавят. Если позволите, я передам микрофон Алексею Михайловичу. Добраться до Института онкологии – это непростое дело на самом деле. Спасибо большое. Дорогие друзья, в нашей работе онкологов, Существенную поддержку мы ощущаем в лице администрации города и, прежде всего, вице-губернатора Ольги Александровны Казанской. Она является сопредседателем организаторов нашего форума. В силу разных причин, сегодня 22 июня, она не может с нами присутствовать. И слово для приветствия предоставляется заместителю председателя комитета здравоохранения Кабушка Яны Станиславовны. Будьте добры. Уважаемые коллеги, я, пользуясь тем, что Михаил Иванович все-таки не побежал на эту трибуну, позвольте я тоже отсюда поприветствую вас. По поручению Ольги Александровны Казанской, Валерии Михайловича Колобутина, я хотела бы зачитать приветственное слово. Дорогие друзья, приветствую участников, гостей и организаторов 2-го Петербургского онкологического форума «Белые ночи-2016». Социальную и научную значимость этого научного события сложно переоценить. Сегодня противораковая борьба является одним из приоритетных направлений в развитии системы здравоохранения России и Санкт-Петербурга. Внедрение программ профилактики, своевременное и эффективное лечение злокачественных новообразований, снижение смертности от онкологических заболеваний являются важнейшими задачами медицинских учреждений нашей страны. Для участия в форуме на берегах Невы собрались ведущие специалисты России, стран ближнего и дальнего зарубежья, среди которых представители таких международных организаций, как Международное агентство по лечению рака ВОЗ, Азиатская Тихоокеанская организация по борьбе с раком, Институт рака Центральной Азии, Европейская ассоциация онкогинекологии, Европейская раковая организация и ряд других. Обширная научная программа форума, включающая пленарные заседания, симпозиумы, конференции и круглые столы, направлена на повышение профессионального уровня участников. Предметом обсуждения для специалистов станут современные подходы и диагностика, хирургическое, лекарственное, гормональное и лучевое лечение больных со злокачественными новообразованиями. Участники обменяются мнениями по вопросам молекулярной онкологии, онкоиммунологии, проблемам эпидемиологии, скрининга и профилактики. Форум создает прекрасную возможность и для практического обучения. В его рамках пройдут онлайн-трансляции операций и мастер-классы ведущих российских и зарубежных специалистов. Уверена, что мероприятия 2-го Петербургского онкологического форума станут достойной площадкой для обсуждения актуальных научных проблем и практических достижений в онкологии. Желаю участникам, гостям и организаторам форума интересных встреч, успешной и продуктивной работы. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Александровна Казанская. Я бы все-таки хотела добавить несколько слов о том, почему для города, для Санкт-Петербурга так важен этот онкологический форум. У нас в городе более 2000 онкологических коек. И несмотря, казалось бы, на то, что нас даже называют таким онкологическим кластером, тем не менее, показатели смертности, они остаются одними из самых высоких в Российской Федерации. И да, мы говорим о том, что у нас достаточно большая доля лиц старших возрастных групп. Да, мы говорим, что у нас великолепное оборудование, и нам позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях. У нас улучшился существенно за прошедшие два года показатель выявляемости заболеваний с первой и второй стадии. Но тем не менее, вот эта возможность обсудить насущные проблемы, выработать критерии, правила работы с пациентами, они в том числе благодаря вот такой площадке, такому объединению специалистов, которые работают в наших и городских, и федеральных учреждениях, мы очень надеемся, что помогут обеспечить и преемственность, и качество лечения для наших пациентов, а самое главное, высокую степень доступности и своевременность. Поэтому мы очень надеемся на ваш онкологический форум, что по результатам его работы у нас появятся новые предложения для создания грамотных нормативных документов, которые позволят в конечном итоге сохранить жизни наших пациентов. Удачной вам работы, коллеги! Спасибо, Яна Станиславовна. Уважаемые коллеги, в нашей работе мы чувствуем существенную поддержку законодательного собрания города Санкт-Петербурга. Во всех наших форумах «Белые ночи» всегда принимал участие Сергей Анатольевич Анденко, заместитель председателя форума, но сегодня он также занят в этих мероприятиях. И нам на съезд передали письмо от председателя законодательного собрания, с поздравлением, с пожеланиями. Это теплое письмо, желающее нам плодотворной работы на благо наших пациентов, и разрешить я засчитывать его не буду. Дорогие друзья, у нас сегодня присутствуют представители Азиатской техокеанской ассоциации. Дело в том, что мы очень тесно работаем с экспертами европейского пространства, но еще большое пространство, где можно нам вкладывать свои силы и получить очень много для своего развития, это Азиатско-техокеанское пространство. И в рамках нашего форума запланирована конференция, которая пройдет, это Азиатско-техокеанская ассоциация. И сегодня у нас здесь на форуме присутствует председатель Азиатско-техокеанской ассоциации по профилактике рака, глава отдела эпидемиологии рака Национального ракового центра Китая профессор Ю Лин Чао. Я прошу Ю Лин Чао сказать. Будьте добрыми. Доброе утро, дорогие коллеги и друзья. Дамы и господа. Я работаю в онкологическом госпитале в столице Китая, городе Пекине. Прежде всего, прошу разрешить мне от имени Азиатско-техокеанской ассоциации по профилактике рака поздравить вас с открытием второго Санкт-Петербургского форума по онкологии. Рак – крупнейший враг всех людей по всему миру. Россия – крупная страна. И, конечно, она, как и весь мир, борется за контроль над раком. Прежде чем мы проводили в Москве, до того, как состоялся форум по раку в Нью-Йорке, проводилась встреча министров здравоохранения в Москве. На ней также стоял вопрос о том, как бороться с раком. И этот форум – это исключительное событие для того, чтобы мы могли поделиться нашими знаниями и опытом и наладить взаимодействия для того, чтобы улучшить состояние нашего здравоохранения, и в том числе в Китае. Я надеюсь, что недавние научные открытия и исследования будут внедрены в клиническую практику по борьбе с раком. И я искренне желаю успеха нашему форуму и каждому участнику наших конференций. Желаю им воспользоваться теми преимуществами, которые им даст наши встречи, наши обсуждения, возможности поучиться у настоящих профессионалов. Это действительно белая ночь. И желаю вам увидеть также красоты этого города. Наш институт и онкологи Санкт-Петербурга очень тесно работают с Международным агентством по изучению рака по разным вопросам. Особенно активно мы начали деятельность в последние годы. И совместно с этой организацией мы уже провели три больших конференции по профилактике рака, в том числе в рамках форума «Белые ночи». И на этом форуме работают специалисты этой организации, проводят занятия уже сегодня третий день с молодежью о методологии научного процесса. И с нами сегодня, сейчас присутствует здесь эксперт группы МАИР по изучению излучения, радиации и окружающей среды, профессор эпидемиологии университета Тампери Анси Аувинен. Анси Аувинен, будьте добры, вам слово. Спасибо за то, что пригласили. Для меня большая честь участвовать в этой конференции. Мне также было приятно посещать онкологический форум здесь, в Санкт-Петербурге, несколько лет тому назад. И я посмотрел, что одним из лозунгов этого форума является то, что вы только настолько хороши, насколько вы располагаете информацией. И информация, конечно, это абсолютно незаменимая для всех нас вещь. Мы должны адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, должны приспосабливаться к тому, что происходит вокруг нас. Мы должны знать, какой у нас, перед нами есть выбор. И мы должны знать, как этим выбором воспользоваться. Мы должны уметь осуществлять такой выбор, оценивать его. И все это делается только с помощью информации. Во-вторых, этот лозунг «Вы настолько хороши, насколько вы располагаете информацией», он также основывается на том, что качество информации, которую мы располагаем, также должно быть хорошим. Я убежден, что наилучшая информация для нас – это научные доказательства. Доказательства – это основания для доказательной медицины, для здравоохранения, для общественного здоровья. И это должно легитимизировать медицину, и она крайне важна для любого рода прогресса, в том числе в лечении рака. Мы должны располагать точными и надежными данными, необходимыми для точного постановки диагноза и проведения правильного лечения. Нам нужна статистика, которая охватывает все население. Нам нужны данные, которые будут необходимы для успешного проведения политики области медицины. Нам нужны люди, которые могут собирать данные, анализировать их, предоставлять их нам. Нам нужны клиницисты, которые могут оценивать эти данные для их использования в доказательной медицине. И я искренне надеюсь, что этот форум сможет содействовать с достижениями этих целей. Спасибо. Один из самых заслуженных ученых нашего города, нашей страны, активный общественный деятель, профессор-академик Сафронов Генрих Александрович. Генрих Александрович является президентом Ассоциации врачей Санкт-Петербурга. Генрих Александрович является активным участником подготовки всех наших форм в белые ночи. Спасибо вам, Генрих Александрович. Будьте добры, скажите несколько слов. Большое спасибо. Докумаю, уважаемые коллеги, позвольте вас приветствовать от президиума Медицинского академического научного сообщества. Вот действительно, начавшись с блистательных и талантливых конференций по раку молочной железы, которые проводил блистательно Владимир Федорович Семенглазов, и, естественно, сама эта тема расширялась. И масштабирование вот как самой проблемы, так тех возможностей диагностических, лечебных, профилактических в известном смысле, позволили преобразовать вот ту замечательную конференцию, о которой я только что говорил, в этот огромный онкологический форум. И многие здесь присутствующие были в прошлом году, и мы все отмечали полезность этого дела. И сегодня это удивительно масштабное и прекрасно организованное мероприятие. Мне очень хочется пожелать организаторам форума, чтобы он вошел в такой непременно обязательный саммит ученых, не только России, но и международного научного сообщества, и чтобы он вошел в перечень международных онкологических конгрессов, как непременное и важное мероприятие в этом мире науки. Позвольте всем пожелать добра, здоровья вашим пациентам и излечения. Спасибо большое. Дорогие друзья, наша с вами деятельность онкологов неизбежно переплетена с подготовкой специалистов в онкологии, и образовательный процесс является неотъемлемой составной частью всей нашей повседневной деятельности. Мы, онкологи Санкт-Петербурга, тесно связаны с нашими университетами, с такими гигантами медицинской образовательной индустрии, как Первый медицинский университет, Северо-Западный университет. Это тесные наши партнеры в науке, в развитии технологий. И участие в организации нашего форума, ректора Первого медицинского университета, профессора, академика Российской академии наук Сергея Федоровича Багненко, закономерно, символично. И мы очень благодарны Сергею Федоровичу за то, что он активно принимает участие в организации наших мероприятий. Сергей Федорович, скажите несколько слов. Спасибо, Алексей Михайлович, уважаемые коллеги. Действительно, вот, продуманность программы, и широта охвата, и глубина охвата проблемы. Дело в том, что, ну, изумительное время выбрано, конечно, «Белые ночи», но никакими «Белыми ночами» невозможно собрать такую аудиторию, если нет интересных тем, хороших участников дискуссий, продуманной системы симпозиумом и дискуссий. И вот это просто очень впечатляет, какой огромный труд был сделан организаторами для того, чтобы каждый здесь нашел тему по своим интересам. Отдельно хочу сказать, что, безусловно, вот немного конгрессов в Петербурге по специальностям, которые традиционно собирают большой интерес и много участников. Ну, можно, конечно, сказать о «Белые ночи» оптальмологов, можно сказать конгрессы терапевтов Федосеева, ну, такие вот массовые. Мне бы очень хотелось, конечно, что вот сейчас форум «Белые ночи» онкологический форум, конечно, вышел на тот уровень, когда это абсолютно точно является одним из центральных мероприятий в Российской Федерации по современным проблемам онкологии. И я от всей души желаю нам всем, чтобы это продолжалось, и это стало традицией на многие-многие годы. Но я прекрасно отдаю себе отчет, как непросто это организаторам сделать. Поэтому я думаю, что сейчас онкология, вот для университета, я хочу сказать, что только за… Сейчас у нас шесть онкологических отделений в университете на собственной базе, в том числе появилась в последние годы и собственная химиотерапия, и линейные ускорители. Вопрос, так сказать, формирования онкологического центра внутри больших университетских клиник, он абсолютно точно необходим. Это невозможно не сделать со всех точек зрения. И тем не менее, это должно быть на современнейшем уровне, ничуть не уступающим лучшим онкологическим центрам страны, чисто онкологическим центрам страны, такими как Институт Петрова или Институт Блохина и так далее. Поэтому вот путь к этому. Я убежден, что онкологические центры в конечном итоге будут формироваться внутри крупных многопрофильных центров. Как это происходит во всем мире, потому что совершенно невозможно разорвать между собой, допустим, тракальную хирургию, онкологию, неонкологию, невозможно разорвать депотохирургию, онкологию, неонкологию. Поэтому, но тем не менее, комплексный подход, современный подход, полнота обследования, лечебно-диагностическая траектория должна быть соответствовать всем международным стандартам. И я думаю, что на этом пути вот такие форумы являются важнейшими ступенечками в построении системы в стране. Я от всей души поздравляю, прежде всего, Институт Петрова с такой замечательной традицией, которая город на Неве, так сказать, делает центром онкологической жизни в июне каждого года. И от всей души желаю нам всем полезного времяпровождения. Спасибо. Спасибо, Сергей Федорович. Дорогие друзья, мы, онкологи Санкт-Петербурга, много сделали, чтобы вам все эти дни работалось плодотворно и комфортно. Очень хотелось бы, чтобы нашим гостям, приехавшим на форум, ощущалось гостеприимство Санкт-Петербурга. Для наших спикеров форума предусмотрена небольшая культурная программа, но для всех остальных – наши прекрасные белые ночи. Даже капризная петербургская погода нам благоприятствует. Спасибо большое, что мы здесь собрались эти дни и плодотворны всем работой. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.